За милость и отцовскую любовь, спасибо тебе, Господи, спасибо. Да и всё почитаю четою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и всё почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Филиппийцам 3.8. Вот эту цитату. Вообще третью главу сегодня как раз читаю на утренней молитве этой. И просто восхищаюсь Господа моим. Восхищаюсь Богом моим. Аллилуйя. Аллилуйя. Да, приветствую, кто подключается. Сегодня 12 апреля у нас. Утро. 2019 год на дворе по гражданскому исчислению лет. В библейском календаре сегодня уже 7 Ниссана. Утро, да, 7 Ниссана. 5779 года. От сотворения мира. Ну, а от нашего исхода 3331 года. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо, Святой. Спасибо. 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 О, спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо. Да, приветствую всех, кто подключается сейчас. Приветствую всех святых братьев. Аллилуйя. Аллилуйя. Праведную кровь за то, что ты единственного сына пролил святую, праведную кровь. Видел глаз людской и слышали уши, как страдала невинная плоть. Что бы знали все грешные души, то, как сильно нас любит Господь. Что бы знали все люди на свете, то, как сильно всех нас любит Господь. Иисус был гоним для нашего прощения. Был беден, дабы в нем я стал богат. Христос раны принял нам на исцеление. За грешников был праведник распят. За грешников был праведник распят. Видел глаз людской и слышали уши, как страдала невинная плоть. Что бы знали все люди на свете, то, как сильно нас любит Господь. Что бы знали все люди на свете, то, как нас сильно Бог любит Господь. Спасибо Тебе, спасибо. Благословен Царь наш, благословен Бог наш, Господь, возлюбивший мир, Отец, Ава, Отче и Егова, Творец неба и земли, Бог великий, Бог могучий. Возлюбив мир, отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Спасибо Тебе, милостивый Государь, спасибо Тебе, Бог богов, Господь господствующих, Царь царей, благословено имя Твое, Баруха Шем, благословено имя Твое, имя Твое благословенно и прославлено, Господь, слава Тебе. Имя Твое, любовь, аллилуйя, аминь, 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 аллилуйя, благодарю Тебя, Господь, благословляю великое имя Твое, аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо, 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 спасибо за это доброе утро. Благодарю Тебя, Господь, Боже, за милость Твою, Боже, и благодать, Господь, к роду человеческому, аллилуйя, слава Богу, слава Богу. Приветствую, да, кто подключился, Роман вот написал здесь сообщение, да, шалом, благословен, благословен Господь, аминь, доброго ранку, счастливого всем дня, аллилуйя, дякую, дякую, брат. И сегодня для заставки вот этой, ну, для картинки в трансляции, когда делаешь трансляцию, то там есть возможность выбрать какую-то картинку для эфира. Ну, вот я порой выбираю какие-то места из писания такие характерные какие-то или, значит, там, соответствующие какие-то картинки. Сегодня я поставил из Григория Савича Сковороды цитату, мне так она понравилась, она мне уже несколько дней так очень сильно нравится. Просто размышляю о ней, несколько дней назад я ее у себя на Фейсбук выставил, потом еще раз перепостил, вот, как напоминание такое, очень таком важном. И в группе «Молитва за Украину» также я вот поставил ее, эту картинку. И смысл этой вот цитаты в том, что если кто Христа знает, то не важно, знает ли он что-то еще иное. И наоборот, он дальше сказал Григорий Савич, но если Христа не знает, абсолютно не важно, что он остального много знает, допустим. Не важно, что он знает другое, что-то инше. Вот так вот. И знаете, вот цитатой из Писаний, вот к сегодняшнему такому, вообще читаю сегодня из третьей главы послания филиппийцам. И вот, значит, и здесь в восьмом стихе написано, Павел пишет задолго до Григория Савича Сковороды, пишет нечто подобное. «Да и все почитаю четою, четою, да, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, за мусор, одним словом, за ссор, чтобы приобрести Христа. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Даже если имею все познание, знаю все тайны, а любви не имею, то есть Христа, если нет, то все напрасно, все знание, все познание, все богословие мое напрасно. Если отдам тело на сожжение, даже, значит, да, а любви Христа, моего Христа, Господа моего Иисуса, не имею, то ничто. О, если знание многие имеют, да, но не имею Христа, все напрасно, все как кимвал звучащий, да, бряцание, одно бряцание, один шум только, как сейчас говорят, шум, пиар, да, все. О, гимн Христу, это гимн любви, спасибо тебе, Господь, и действительно, Боже, если Христа имею, познание Христа имею, познаю Христа, Господа моего, то действительно, как Григорий Савич Сковорода говорил, тогда в 18 веке еще не важно, что я знаю, а что не знаю. Но если я не имею познания Христа, не познаю Господа моего, то не важно также, что я знаю, а что я не знаю, остального всего многого. Боже всемогущий, спасибо тебе. И если даже все познание имею, даже все богословское познание имею, но Христа не имею, любви этой твоей божественной не имею, то ничто, все напрасно, все напрасно. Спасибо тебе, Господь, Боже, что все не напрасно, потому что имею Христа, потому что Христос, Спаситель Иисус, мой Господь, мой Целитель, мой Освободитель, спасибо тебе, Господь. Благодарю Тебя за это доброе утро, Господь, когда обновляется милость Твоя, Господь, слава Тебе. Благодарю Тебя, Боже всемогущий, и за таинство сие сегодня совершаемое, Боже, и здесь, Боже, и по всему лицу земли, в собраниях миллионов и миллионов верующих, по всему лицу земли, в больших собраниях, в малых собраниях, Боже, один на один с Тобой, в кругу семей, Боже, в церковных собраниях, так помпезно, торжественно, или в простоте такой евангельской, Боже, как бы то ни совершалось, самое основное, Боже, действительно, мы возвещаем смерть Твою, Господь, доколе Ты придешь, мы возвещаем Твою смерть, Боже, потому что это есть великое спасение всему миру, в этом есть великое счастье всему миру, в этом есть Твоя любовь, Боже, через смерть Господа Иисуса Христа явлена милость и любовь всему миру истрадавшемуся, всему истрадавшемуся человечеству, великий страдалец на кресте Голговском принес избавление, великий страдалец на кресте Голговском, он дал избавление всем страдальцам земным, Аллилуйя, Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Святой, слава Тебе, слава, 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 слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Господь, слава, 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 благословен Бог наш, благословен Господь, благословен Царь наш, от века и до века, слава Тебе, слава Тебе и хвала, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, благодарю. И здесь читаю Из посланий филиппийцам Вот с этой третьей главы хочу прочесть Слова эти Потрясающие по силе, по глубине своей слова Аллилуйя Спасибо тебе, Господь, спасибо Спасибо Послание к филиппийцам, третья глава Вот здесь у меня программа, цитаты из Библии Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо Пишет он, впрочем Братья мои Братья мои Ну понятно, и сестры имеется ввиду Сейчас обычно мы говорим братья и сестры В том мире древнем не принято было вспоминать сестер На собраниях-то Поэтому говорилось братья Даже если, допустим, там сотни сестер и только лишь один брат Только лишь один мужчина Ну, то есть, да Человек старше 13 лет Если один в собрании есть То тогда по традиции Равин, там служитель, кто там проповедующий Он всегда мог обращаться только лишь к братьям Братьям Но если не было мужчины Вот, да, значит, если не было Да, вот И мальчики были только лишь до 13 лет Вот, до бармитсвы Вот, в собрании То тогда, да Тогда проповедующий, он вынужден был обращаться Братья и сестры А вот если Хотя бы один был взрослый человек уже Мужчина То есть, старше уже 13 лет То по традиции В собрании, в синагоге Всегда говорили братья Братья Вот, и Вот он по той еврейской традиции пишет Братья Хотя, сейчас мы говорим Братья и сестры Вот, поэтому должны понимать тоже Ну, были вопросы просто Как раз на фейсбуке Вот Я стараюсь отвечать на вопросы Но не всегда так вот Получается сразу ответить Иногда вот так вот Вот Обращаюсь в таких вот видео Впрочем, братья мои Радуйтесь О Господе Писать вам о том же для меня не тягостно А для вас назидательно Берегитесь псов Берегитесь злых дел Берегитесь обрезания То есть, тех вот законников Которые смущали филиппийцев Да и других верующих Тогдашних Потому что обрезание Мы Служащие Богу духом И хвалящиеся Христом и Иисусом И не на плоть надеющиеся Кстати В эти дни Как раз в тему Приближающегося праздника Песах Пасха Уже не за горами Уже остается неделька До Пасхи Сегодня седьмое Ниссана уже Вот Двенадцатое сегодня До апреля Девятнадцатого года А по Ну, по гражданскому счислению А в библейском счислении Сегодня уже седьмое число Утро Седьмого Ниссана Вот И Мы, значит Уже тринадцатого Ниссана Уже Вечером начинаем уже Вот Как раз это служение У нас будет Такое пасхальное служение Вот Четырнадцатого Ниссана Ну и в ночь, конечно С четырнадцатого на пятнадцатого Ниссана По традиции Тоже мы сэдр проводим Как раз Общий такой сэдр Вот Вот И В этом году Получается Полнолуние Ниссана Выпадает вот на Девятнадцатый И двадцатый Апреля Всего Девятнадцатого года Это будут Соответственно Четырнадцатый И пятнадцатый Ниссана И потом Неделя Опресночная Наступит После пятнадцатого Ниссана Сразу Да Мы уже Мы уже С четырнадцатого Ниссана Хрустим мацой Будем так говорить Вот Значит И Продолжаем Всю неделю Целую неделю Неделя Опресночная Весело Хрустим мацой Вот И Благодарим Бога И В Писании Говорится Обращали внимание Да Что Необрезанный Не должен есть Пасху Если кто-то Хочет есть Пасху Да Должен обрезаться И Примкнуть Тем самым К народу Божьему И есть За милую душу Значит Да Спокойной совестью Есть Пасху А кто не будет Обрезан То Душа истребится Из народа Божьего Вот Так что Обрезание Это очень важная тема Многие Недооценивают Эту тему Вот И Интересно Мой дедушка Татарский Мой дедушка Гали Ахмед Его звали Он у нас Обрезал Всех мальчиков К нему Приносили Всех мальчиков У нас Татарских Еврейских Мальчиков И он Делал обрезание Он очень ловко Обрезал У нас Мальчиков И ему доверяли Он много лет Как бы этим занимался Ну так неофициально Потому что Официально Это было запрещено Тогда у нас У нас не было Ни синагоги Не было Ни мечети Не было Вот где мы жили Вот И В общем-то Поэтому Приносили так Тайком Как бы это Не афишировали Ну Кто был в теме Все евреи Все татары У нас все знали Что вот Гали Ахмед Ибрагимов Да Вот он Хорошо обрезает Приносили Вот значит И Ну власти Наверное Кто-то знал Там Не знаю Ну закрывали глаза Наверное Не знаю Но одним словом Я не помню Чтобы дедушку Как-то там Доставали власти Из-за того Что он обрезал Вот Значит И Да Я был Значит Ладно Тоже другая Другая тема Но Насчет обрезания Дедушка мой Ловко обрезал Всех мальчиков У нас Но К этому Относились У нас Я так понимаю Ну я малым был сам Но Я понимаю Что относились Больше как К части культуры Ну По крайней мере Основная масса Трудящихся Татар И евреев Относилась Как говорится К этому Как части Нашей культуры Вот Ну Русские крестью Допустим Да А мы Обрезаем Вот Большая часть Так Относилась Как часть Культуры Хотя Культуру Поддерживали Все-таки Традицию Какую-то Поддерживали Хотя Она была Мертва Эта традиция Потому что Не была Наполнена Ну Пониманием Того Зачем Это Для чего Почему Вот И Знаете Сегодня Утром Я вспоминал Моего дедушку Гали Ахмеда Вот Гали Ахмед Я размышляю о чем Что обрезание Действительно Как Павел пишет Да Вот Ныне Это Мы То есть Есть обрезание Христова Есть тема Такая Я даже У себя в церкви Здесь в Киеве Как-то говорил об этом Вот Обрезание Христова Это Вот как здесь Павел пишет Здесь очень красиво Здесь написано Здесь даже Филиппийцам Еще лучше написал Мы Говорит Служащие Богу Духом И хвалящиеся Христом Иисусом И не на плоти Надеющиеся То есть Настоящее обрезание В Новом Завете Это не По плоти Обрезание И не только Для мальчиков Обрезание По духу Обрезание В духе Обрезание Хотя это Такая тема Намного проще По плоти Обрезаться Как бы И надеяться на это Вот И Каждый день Несколько раз в день Ты об этом Точно уж вспоминаешь Уже Да Значит что ты обрезан По любому И на плоти Надеяться проще Знаете ли Во многом А по духу Как это все Как это По духу Как это по сердцу Как это Обрезание Христова А вот так это Не на плоти Надеющиеся А хвалящиеся Христом Иисусом Служащие Богу Духом Как понять Служащие Богу Духом Да Я вот Сегодня Как раз Перед причастием Размышляю Об этом Вот У меня Причастие Сегодня Совершаю Хлебопреломление Сегодня У меня Хлебушек Вот У меня Виноградный сок Вот И я совершаю Причастие Ивхаристию Вот И для меня Это Действительно Жертва Всех жертв Я Не на себя Надеюсь И хвалюсь Не собою Не хвалюсь Там Конфессии Своей Церкви Своей Там Чем Еще угодно Религии Свои Христианство Своим Нет Для меня Христианство Ничего не значит Абсолютно Для меня Православие Ничего не значит Протестантизм Католицизм Прочее Для меня Христианство Ничего Абсолютно Не значит Для меня Христос Все значит Сам Иисус Христос Ни Ислам Ни Вот никакая ветвь внутри, допустим, внутри христианства есть там протестантские ветви, католическая, огромная такая, самая мощная ветвь такая. Вот православные ветви есть, древние такие, да, православные, восточные церкви разные. Внутри ислама есть разные течения, там шеиты, суниты, ну и много других разных течений, внутри каждого есть направление. Вот в иудаизме есть масса тоже разных течений, от откровенно таких, значит, ну, еретических и оккультных, до таких классических, таких ортодоксальных. То есть очень разные, много, и мессианские в том числе. Вот много разных течений, в любой религии есть, есть много религий других, менее известных, менее, что на слуху у человека, буддизм там, я, как бы, эту религию вообще мало знаю. Вот другие какие-то религии, масса религий, но вот это то, что риблине называли религаре, религаре, это попытка связаться или связь со Всевышним. Вот, все, я просто, правильно говорят там эти агностики, что бесполезно познать Творца, бесполезно, я с ними абсолютно согласен. Невозможно познать Творца. Творец сам явил себя этому миру. Мое спасение – это сам Иисус Христос. Мое познание Бога – это сам Иисус Христос. Если Христа не имею, то все. И поэтому для меня не обряд там, некоторые говорят, да и у нас в семинаре говорили раньше, промывали мозги нам, что вот, мол, обряд водного крещения, он заменил собой обрезание. Что за глупости вообще, что за мересь, что за мракобесие. Вот, для меня ни крещение, ни обрезание, ничто вообще, ничто не важно. Для меня важен сам Христос, сам важен сам Иисус Христос. Мой Спаситель, мой Господь, и мое обрезание – это Он. Все, я отказываюсь от того, чтобы надеяться на плоть. Отказываюсь от того, чтобы надеяться на плоть. Мое спасение, оно полностью в руках Господа. Мое спасение – это сам Иисус Христос. Все. Никакие дела мои, никакие мои исполнения заповедей, даже самых святых заповедей, все это ничто, ну, как, грубо говоря, коту под хвост. Для меня спасение – это сам Иисус Христос, Господь мой Спаситель. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. И вот он говорит дальше, Павел пишет филиппийцам в этой же третьей главе, дальше пишет в четвертом стихе, продолжаю чтение. Хотя я могу надеяться и на плоть. Он говорит, да, в принципе, почему бы нет, я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. То есть, он говорит, да, хитый, я обрезанный восьмой день, да, вот так вот, по закону все, да, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной, непорочной. Да, по правде законной, непорочной был человек. Действительно. Но! Помните, да, вот это но, оно прям, как говорят сейчас, взрыв мозга. Это но ножом по сердцу. Это но. Сразу вспоминаю деяния апостольские. Помните, да, когда это но произошло? Ой-ой-ой. Он, наверное, коньякул говорил. Но, но. И здесь началось такое. Он пережил встречу с Господом. И он говорил, кто ты, Господи? Кто ты, Господи? Он пережил сверхъестественное такое переживание, сверхъестественную встречу. Он ослеп даже физически, но начал прозревать духовно. Глаза его физически, они, да, перестали видеть. Но его глаза сердца, глаза духа, глаза души, они стали открываться. Мало по малу. И потом он прозрел и физически, и духовно. Спасибо, Господи, за Савла, за Павла. И вот он пишет дальше. Седьмой стих уже. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четою. Ну и вот этот самый вот восьмой стих, который я сегодня вначале сам цесировал, да. Да и все почитаю четою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И дальше там написано. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, вот как он говорил, непорочно, да, но с тою, которая через веру во Христа, праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участия в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Вот, а в конце этой главы здесь пишут «Наше жительство», 20-21 стихи, как-то гимн такой, просто гимн, можно это просто воспевать. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет Себе все». Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенной. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя, Роман пишет здесь. Аллилуйя. Да, друзья. Благодарю Бога Живого. Благодарю Господа Всемогущего за Его любовь. И по большому счету Иисус Христос – это не религия. Это конец всякой религии. Это действительно конец всякой религии. Иисус Христос похоронил религию. Иисус Христос подарил нам жизнь вечную. Иисус Христос, Он действительно дал нам жизнь. И ради познания Христа Иисуса, моего Господа Спасителя, все почитаю за ссор. Действительно, почитаю все за ссор. За мусор. За ничто. Гарбач. Да, все действительно мусор. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Благодарю Тебя, Господь. Боже, за жизнь вечную. Благодарю Тебя за спасение. Благодарю Тебя за таинство сие, Боже, совершаемое ныне. Братья, налейте себе соку или просто воды, вот, и возьмите хлебушка и помолимся сегодня этим утречком. Совершим причастие хлебопреломления Евхаристию, рассуждая о теле и крови Христа, смерть Господню возвестим на радость и на спасение. Спасибо Тебе, Господь. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, во веки веков. Благословен Бог наш, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас. Благословен Бог наш, Искупитель наш, Живой Спаситель. Благодарю Тебя, Господь, Боже, что не со своей праведностью, не со своей непорочностью, но с Твоей праведностью, с Твоей непорочностью, Боже, приходим к Тебе и благодарим Тебя, Господь, слава Тебе Наша непорочность, наша праведность, это Ты, Господь и Спаситель, Иисус Христос, слава Тебе, слава Тебе и хвала, Боже всемогущий, слава Тебе За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарим тебя, Отец, аминь, аминь, благодарим тебя, Иисус, благодарим, о Дух Святой. За все мы благодарим, за все мы благодарим. Аллилуйя. Помолимся, друзья. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя, Отец, Бог мой, царь мой. Аллилуйя. Благодарю тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой, Господь мой, царь мой. Благодарю, о Дух Святой, ты всегда со мной, утешитель мой. За все я благодарю, я тебя, Господь, люблю. Я тебя, мой Бог, люблю. И за все благодарю. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава тебе. Слава, слава, слава тебе и величие, Слава в веках и народах, Сила твоя безгранична, Милость твоя во все роды, Слава тебе и величие, Слава в веках и народах, Милость твоя безгранична, Милость твоя во все роды. Аминь, аминь. Ты искупил мир от греха, Ты дал ему любовь и свет, Зажег потухшие сердца И дал надежду. Мы пред тобою предстоим, И каждый дорог для тебя. За все, Отец, благодарим и превозносим, Слава тебе и величие, Слава в веках и народах, Сила твоя безгранична, Милость твоя во все роды. Слава тебе и величие, Слава в веках и народах, Сила твоя безгранична, Милость твоя во все роды. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог искупил мир от греха, О, всем нам дал любовь и свет, Зажег потухшие сердца И дал надежду. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, мы все пред Богом сейчас предстоим, И каждый из нас дорог для Него. Боже, за все Тебя, Отец Небесный, благодарим и превозносим. Слава Тебе, слава Тебе и хвала, Господь. А наипаче благодарю Тебя за это Богопознание. Благодарю Тебя, Господь, за познание Христа, Иисуса, Спасителя моего. Аминь, аминь, аминь. Тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Рассуждаем, братья и сестры, о теле и крови Христа. Рассуждаем о жертве Великой Голговской. И рассуждаем, провозглашая смерть, возвещая смерть, Господа Иисуса Христа, что смертью Иисуса Христа, кровью Его святой, жертвой Голговской, я спасен, я прощен, я благоставлен всеми благословениями небес через кровь Божественную. Мессия, Машиаха и Ишуа, Христа и Иисуса. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Святой и Праведный. Бесчисленных миров, Господь. Единый Царь над всей вселенной. В Твоих руках мой дух, душа и плоть. Спаситель Ты, венец мой, вожделенный. Под сенью крыл Твоих спокойно я живу. Как пташка малая в Тебе я безопасен. В объятиях Твоей божественной любви тону. Как нас, наш союз любви, прекрасен. Слава Тебе, Господь. Благослови нас, причащающихся сегодня. Благословен Бог наш, Царь вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. И давший нам хлеб с небес, Иисуса Христа, Праведника, Агнца Своего, Господа и Спасителя нашего. Аминь. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благословен Создатель наш, Бог наш, давший нам, Аллилуйя, лозу небесную, Иисуса Христа, О, великий виноградарь, слава Тебе, слава Тебе и хвала. Благословен Господь, Бог наш, тело Христа. Аминь. Кровь Христа Иисуса. Аминь. Аминь. Создатель. Аминь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы Твои дети Спасибо Тебе, Господь Благодарю Тебя, Боже За таинство сие Благодарю Тебя За жизнь вечную Благодарю Тебя За спасение, дар Твой, Боже Божественный дар Благодарю Тебя, Господь, спасибо Спасибо, Господь, спасибо За жизнь мира Ты отдал свою жизнь, Господь Восхищаюсь Тобой Благодарю Тебя Слава Тебе, слава Тебе И хвала, слава, слава, слава Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе, аллилуйя Аминь, аминь Аллилуйя Да благословит Вас Всевышний И дарует мир, любовь и благолетие Вам и Вашему семейству Аминь, аминь Дякую Благословляю Вас, друзья Братья и сестры Благословляю сейчас и свою семью Благословляю Вас, и Ваши семьи Родных и ближних Во имя Христа Иисуса Во имя Господа нашего И действительно познание Его Это все Потому что если Христа не имею Если этой любви божественной не имею То ничто Кимвал звучащий Все Барабан пустой Если Христа не имею Любви не имею То слава Богу Слава Богу, что имею эту любовь Любовь, имею эту божественную любовь Имею Христа Иисуса Моего Спасителя Господа Аллилуйя В своем сердце В своем Внутри, Господь Спасибо Тебе Внутри моего Моего естества Внутри моего естества Моего Духа, Души и Тела Божия Ты, Господь Пребываешь В храме Своем Божия Спасибо Тебе, Господь За этот храм Нового Завета Храм Духа Святаго Аллилуйя Благословляю всех Вас Братья и сестры Благословением священническим Да благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь, аминь, аминь С миром Божьим Братья и сестры Благословляю всех Вас Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлёв Друзья, сегодня в 6 часов вечера Подключайтесь И Есть пару слов как раз Вот Я по поводу Пасхи Ну и встреча Шабата будет Да До Господнего дня Встреча Так что Ну а кто не сможет подключиться Вечерком То заранее Шаббат Шалом Остаётся день у нас этот Для приготовлений Всех субботних Пусть Бог благоставит вас всех Вот Ну и конечно Это суббота такая у нас Предпасхальная Будет Да Очень важная такая в жизни Ну я поделюсь об этом уже Сегодня вечерком Всё С Богом До встречи Аллилуйя Алли